Напомню, что 30 апреля в Амурском районе на озере Подолинска, примерно в 30 метрах от берега, перевернулась резиновая моторная лодка с четырьмя рыбаками. Людей удалось спасти благодаря быстрому реагированию местного жителя города Амурска. Именно он сообщил спасателям о происшествии. Рыбакам очень повезло, что в тот день на озере работали спасатели-водолазы Хабаровского поисково-спасательного отряда. Они проводили поиски утонувшей машины. Благодаря этому рыбаков удалось вытащить на берег из ледяной воды в очень короткие сроки. Увидел, посмотрел, что люди перевернуты на резиновой моторной лодке. Побежал к спасателям, сказал, посмотрите, что творится, принимайте меры. Лодка перевернута находилась в водовороте, то бишь ее по всей протоке таскала туда-сюда. Пострадавшие были без спасательных жилетов. Когда лодка перевернулась, рыбаки успели зацепиться за нее. Но лодку сильным течением стала затягивать водоворот в ледяную воду с 7-метровой глубиной. Посмотрел, что они не могли завести свою спасательную лодку. Они бросили на берег, подбежали подручными средствами как-то пытаться вытащить этих тонущих людей. Ну, как бы не растерялся, побежал к этой спасательной лодке, к их ней, поковырялся быстрым космодором, завел его, забрал водолаза одного, который рядом находился. И вместе уже поплыли, значит, до этой лодки тонущей. Одного человека сразу на борт забрали, потому что он уже, как бы, руки давай опускать. Ну, а остальных уже отбуксировал, значит, спасательной лодкой к берегу, где сотрудники МЧС. Остальной вызов приняли на себя. С наступлением теплого времени резко возрастает приток отдыхающих к воде. И, соответственно, увеличивается количество несчастных случаев. Даже, казалось бы, на самых безопасных мелких городских водоемах. Есть первое правило, значит, амур пьяных не любит. Все, это первое правило, значит, которого должны придерживаться все рыбаки. А если зимой хотят согреться, пейте горячий чай. Дмитрия действительно можно назвать героем. Ведь в наше время, время интернета, очень мало остается отважных и мужественных людей. Многие считают, что заснять на телефон страшное происшествие лучше, чем бросить все и помочь человеку. Поступок не остался незамеченным. В торжественной обстановке в учреждении управления гражданской защиты Амурского района Дмитрию была вручена благодарность за содействие в спасении жизни людей. Дмитрий Ильич, прошите мне вас поздравить, поблагодарить за участие в работе и вручить вам наше благодарственное письмо на долгую память. Спасибо.